Добрый вечер! 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 Здорово! Готовный завод! Сфера интересов казахских бизнесменов на Гомельшине широкая. От выдворшести продуктов харчевания до вдовнества. Сегодня мы в Мозере обошли несколько предприятий. Я восхищен, домостроительный комбинат. Даже стоимость строительства квадратного метра 300 долларов за квадратный метр – это хороший показатель. Для социальной защиты населения, для молодых людей, которые захотят создавать семьи. Это достойно уважения. У рамках 13-го экономичного форума в Гомеле сегодня открылся международный чемпионат молодь и предпринимательства. Его удельниками стали около 150 студентов из Беларуси, России и Украины. Что привабливает их в этом чемпионате, ведет Алексей Цюров. Программа молодь и предпринимательства в 2003 году. За этот час ее удельниками стали около 40 вышедших научных установок из Беларуси, России и Украины. Сегодня в Гомеле приехали 19 команд. Есть до речи и еще одна команда, которая находится в Гомеле в статусе назиральника. Одна из гродинских школ выросла таким чином долучить наученцев до предпринимательской деятельности. На международном чемпионате молодь и предпринимательства соправда есть чему получиться. Правда, в непосредственно проведенных проектах команды удельницы до початка презентации ничего не рассказывают. Чемпионат это с поборницей. Отбор проекта предварительно не ведется. Это секрет. Студенты, которые приезжают, репетируют заранее, и они даже репетируют одни, чтобы никто не видел. Всегда сюрпризом является то, что представляется на сцене в день чемпионата. Международный чемпионат молодь и предпринимательства проходит в рамках Гомельского экономического форума и заявляется практичной реализацией державной программы «Малое и среднее предпринимательство» в Беларуси. Этот сектор в последние годы оказывает все больше значный вплыв на огоньную ситуацию в экономике, а тому и увага на его повышенное. Сейчас, до речи, только на Гомельщине зарегистрировано около 40 тысяч предпринимательников. Есть очень удачные примеры, когда вот эти участники чемпионата перешли в бизнес и уже реально занимаются своим делом. Для нас это очень важно, потому что цель, роль бизнеса и доля в внутреннем продукте, доля в уплате налогов в бюджет, конечно, бизнеса малого растет. Я могу привести цифру. Вот за прошлый год доля налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса составила в нашей области 23%. Это очень хороший показатель. По великим рахунку, Международный чемпионат молодь и предпринимательства это плясовка, на кой энергичная, амбициозная и креативная молодость презентуя свои распрацовки для студентов. Это махчимость найти место працы, прац-демонстрацию своих махчимостей, а так само пошук инвесторов для реализации проектов, для предпринимательников, ознаймление с цикавыми для бизнесу идеями и потенциалом будущих работников. Чемпионат как раз один из немногих, где с каждым годом профессионализм выступления растет от года к году. И я вижу, что эти студенты, которые в этом году, точно знают, куда им надо идти на работу. Сегодня пошла працавать 17-я международная выстава «Вясна у Гомеля» – одно из самых значных и масштабных экономичных мероприемств областного центра. Все лето выстава изменила место в своей дислокации, поширился и спис у дельников. В этом году «Вясна у Гомеля» разместилась укрытым катку на Рычицком проспекте и заняла довольно значная площадка вокруг его. Уся около 5,5 тысяч квадратных метров. Свою продукцию на выставе проставили больше, как 300 у дельников, сироты их предприемства и организации из всех областей краины и замежа. Цикавость до выставы выказали 20 делегаций с 12 краин света. На стендах проставлено практически все – продукция харчовой промысловости, будавництво, послуги туризма и отпочинку. «Вясна у Гомеля» – добрая махчимость простоникам бизнесу показать себе, знайти ольчинных и замежных деловых партнеров. И в этом году очень радует впервые за много лет я услышала вот такое предложение от наших партнеров. Все просили, пришлите, пожалуйста, перечень предприятий, кто находится на выставке, и в список гостей, которые к вам приедут. Для нас это говорит о том, что есть интерес к проведению деловых переговоров. Они хотят провести переговоры как с теми предприятиями, которые представлены на выставке, так они хотят встретиться между собой и бизнесы, и дипломатические круги. Под открытым небом разместилась выстава техники, а побочь свою продукцию представляют рамесники. В рамках выставы тут проходит республиканское свято-майстро «Гомельская весна». Больше, как 200 майстро с Белоруссией, России и Украины представляют уластные выробы. Организаторы означают, что хотели продемонстровать гостям нечто свое, аутентичное. Но вот у якости подарунку для офицейных особ выбрали толерку в творчестве гомельской керамистки Ирины Гаурленко. На этом выробы народные мотивы сняты аутаром со знакомитых ветковских рушников. Занимаюсь около 4 лет. Какая-то внутренняя потребность нечто создавать своими руками. Безусловно, нелегкий процесс, тем более, что я работаю по самым древним традициям, как когда-то наши предки создавали полностью руками без гончарного круга. Просыхать выстава будет до 21 мая. Вольга Вальшенко, Максим Славян, телерадо и компания «Гомель». До инших тем. Сегодня означается одно из самых яскравых свято белорусской пионеры – День пионерского сябровства. С этой нагоды во всех районах Гомельской области прошли урошистые мероприемства. На Аллее Героев у Гомеля каля 400 наученцев школ Центрального района пополнили широк белорусской республиканской пионерской организации. И они стали октябратами и пионерами. После принесения клятвы хлопчики и девушки отримали символы приналежности до организации – значки и гальштуки. Сегодня в этот день пионерской дружбы я стою пионером. Этот день для меня очень волнительный. И я желаю будущим пионерам быть примером для младших товарищей. У Гомельской области у широких белорусской пионерской организации каля 90 тысяч человек. По всей краине больше, как полмиллиона. У организации шума добрых традиций, которые склались в следующий советский час. И при этом она заявляется открытой для любых пропанов и инициатив. Пионерская организация тоже развивается вместе со всем миром, шагает в ногу, скажем так. И сегодня мы также активны в интернете. У нас есть и сайт. Мы достаточно активно представлены в социальных сетях ВКонтакте. Пионерская группа Гомельской области называется «Пионерия Гомеля». Мы приглашаем всех заинтересованных, которые просто интересуются нашей деятельностью, а также всех пионеров, вступить в данную группу и следить за нашими новостями, в том числе через группу. И в группе, к слову, можно также высказать свои пожелания, идеи. Один из ведущих мастатских коллективов нашей краины национальный академический народный хор Республики Беларуси имя Цитовича выступил в Гомеле. Хор был створен в 1952 году выдатным дейшим национальной музыкальной культуры Геннадьем Цитовичем. Сегодня его справу протягивает Михаил Дрыневский, который является мастатским керонником и головным дирижером. Дарыш, имена Витау Гомеле, калисти пошелся его творческий шлях. На этот раз для выступления он привез практически весь состав хора и представил гомельскому глядачу премьеру новой программы под названием КЕРМАШ. У ЯЕВА шли 24 номера объединенные одзиной идеей. Мы привезли такую программу под названием КЕРМАШ. Это новая наша работа на гранд-президента нашего. Называется КЕРМАШ. Ну что, КЕРМАШ это рынок, базар, где сходятся все люди. И это тема дружбы, великой дружбы людей, которые проживают у нас в Беларуси. А проживают больше, как 140 национальностей. И вот мы про это свое мастатство. У всех, конечно, национальностей мы не можем ухотить, але ближайших соседей, русские, украинцы, поляки. Это вы побачите. Коллектив корыстаецца заслуженной любой гомельской публики. И у гэтый вечер у зале палаца шагуношников был аншлаг. Сегодня в Гомельской области официально открытый рыбалонный сезон. Аматорам такого отпочинку дозволяется ловить снастями, обсталяванными некалькими кружками, с лодки и с заходом в воду. Дозволена ловля усих видов рыбы за выключением судака заборонно денеже до 30 мая и сома до 20 шервеня. Здобывать можно не больше 5 кг рыбы на 1 человека за сутки. Колькость кружков для рыбаков аматоров обмежевана до 5. Членам организации полякнижных и рыболовов дозволено выкористовывать до 10 кружков. До забороненных способов ловля относятся для выкористания огнястрельной и пневматичной зброи, приладов принцип яких заснованы на дзенні электромагнитного поля и ультрагуку. Ей, зрозумела, варта памятать правила безопасности на воде. На этом выпуске завершено у студии працавала Маргарита Шибукова. Усяго доброго и до встречи у эфиры.